Всем привет и сразу ловите полезный лайфхак. Берем журнал. У меня красивый, я привезла его с отдыха, какой-то модный. В общем, буду использовать странички из него для того, чтобы был всегда разный фон. Здесь у меня, кстати, результат снятия тех самых пленочных лаков, которые я показывала в одном из предыдущих видео. Кому интересно, отмотайте ленту и посмотрите. В общем, снимаются пленки, занятный, интересный опыт. Но будем делать коррекцию, потому что сегодня у меня новые лаки на обзоре. И мы обязательно рассмотрим их во всех подробностях. Ну а пока давайте снимем все, что у меня отросло. Моим ногтям, на самом деле, уже сильно больше месяца. И втирка пообтерлась, ногти поотросли. И сегодня выполним, внимание, укрепление гелем, так сказать, в модной технике. Те самые тонкие ногти, которые сейчас все хотят делать. Покажу все как есть, и это вот точно мастер-класс. И тут будет очень подробно, можно даже научиться. Было бы желание. Но сначала займемся маникюром. Нам нужно отодвинуть кутикулу. Я до этого люблю использовать пушер. Такое, знаете, чтобы у него форма была прямо по линии кутикулы. И дальше нас ждет подготовка ногтевой пластины. Тут у меня, как всегда, пилочки на вспененной основе. Я подготавливаю так, чтобы не было блестящих частей. Дальше тальк. Я использую его абсолютно при каждом маникюре и педикюре, потому что штука удобная. И после этого не забиваются наши фрезы. А работаю я здесь фрезой с желтым пояском. Это потому, что у меня достаточно нежная кожа. И из всего, что я пробовала, все-таки комфортнее всего это желтый абразив. Ну, а дальше кусачки. Я, кстати, всегда говорю, что лучше на тонкой кутикуле работать именно кусачками. Они точнее и не требуют такого сильного раскрытия кармана, которого у меня попросту нет. Да, кстати, здесь тот маникюр, который мы сегодня выполняем. Заканчиваю шлифовку. Здесь у меня красная фреза, которая называется микрофон. Ну и, конечно, антисептиком убираем пыль. А вот сейчас внимание на экран. Я показываю, что здесь у меня залипает архитектура. Как видите, ноготь немножечко растет вниз. Сейчас это будем поправлять. И дело даже не столько на самом деле в эстетике, а в том, что из-за правильной архитектуры ногти будут носиться очень-очень долго и без отслойка каких-либо проблем. У меня сначала праймер. Дальше у меня база жидко-эластичная на подложку. После этого берем любой гель, которым работаем. У меня это твердый гель в молочном оттенке, практически прозрачный. Делаем мокрый пол. Это как всегда. И теперь важное. Берем каплю. Смотрите, как я ее беру. У меня не остается грязи на краях баночки. Это, кстати, нужно учиться делать, потому что тогда на вашем месте будет чисто. Теперь ставим каплю и смотрим. Гель самого равнивающегося распределяется сам, но мы ему поможем. Стрелочками я обозначила направление, в которое нужно натягивать гель. А теперь важный момент. В зоне кутикулы как бы подталкиваем, а потом оттягиваем гель обратно, чтобы ступеньки при отрастании у нас не образовывались. Для этого я использую, кстати, кисточку для геля, небольшую троечку или четверочку. Натягиваем на свободный край и почти получаем правильную форму. Не забываем перевернуть. И самый важный момент, это когда мы тонкой кистью именно стаскиваем все к свободному краю. Так мы получим максимально прямые ногти. Вот результат выравнивания, казалось бы, все норм, но на самом деле нет. На кончиках есть наплывы, которые мы сейчас с вами будем опиливать. И весь секрет супертонких ногтей кроется именно в опиле. Давайте посмотрим поближе и конкретнее. Видите, на свободном крае есть небольшой наплыв материала. На остальных ногтях я уже все подпилила. Сначала пилочкой я начну подбирать параллельки и создам овальную форму, которую хотела. Ну а дальше верхний опил. И опиливаю я практически только самый кончик. Вот здесь, по тому месту, где я пилила, видно, с какой частью ногтевой пластины я взаимодействую. Берите себе на заметку. Главное, не передавливать на пилку, чтобы не опустить ноготь еще ниже, а именно, чтобы снять правильный объем материала. И в таком слое, в такой архитектуре эти ногти будут более, чем носибельные. Поэтому пробуйте. Здесь, кстати, останется только забавить, и ноготки у нас полностью готовы к покрытию. И покрывать мы сегодня будем лаками, которые я пробовала в первый раз. Это фирма IQ Beauty. Они приехали ко мне вот в таких красивых коробочках с золотом и черным цветом. Каждая коробка промаркирована. Видно, какой оттенок, 167 или какой-то еще. В общем, это достаточно удобно. На самой крышечке тоже указан цвет лака. Давайте посмотрим поближе. Есть цвета, так скажем, эмалевые. Есть те, которые с блесками. У меня есть целых 4 оттенка. И выберу я один из них. Как всегда, заказала красный, чтобы посмотреть качество бренда. Это я делаю практически каждый раз. Что могу сказать? Упаковка 10 мл, а кисточка имеет округлую овальную форму. И многим это может оказаться удобным. Мне, кстати, тоже понравился этот цвет, который я выбрала для себя. Захотелось розового. Все-таки такое настроение сейчас немножечко в стиле барби. Многие снимали такие обзоры, а я толком и не сделала этих ногтей цвета барби. Давайте посмотрим на выкруску. Цвета плотные, пигментированные, текстура приятная, выравниваются достаточно комфортно. Никаких проблем у меня с ними не случилось. Кстати, в плане просушки тоже все отлично. А на себя я буду наносить их в два тонких слоя, потому что на этапе нанесения цвета я тоже буду стараться контролировать архитектуру, чтобы ногти получились тонкие и изящные. И, кстати, это не будет однотон, поэтому не переключайтесь и оставайтесь. А пока предлагаю насладиться выкраской цветов. Сейчас, кстати, наносим вот такой интересный оттенок. Он кажется чуть-чуть витражным, но это только на типсе. На самом деле на ногтях он так не смотрится. Получается такой насыщенный фиолетовый, немного со сливовым подтоном. Вполне себе осенний оттенок. Ну, а теперь розовый, который выбрала я. Он в своем составе имеет приятный мелкий шиммер. И пока мы досматриваем нашу выкраску, я хочу вас порадовать новостью о том, что бренд IQ Beauty будет представлен на выставке Beauty Day Pro Nail, который пройдет в Москве 20 и 21 сентября. Там будут и они, и также буду я. Ну, а на стенде у IQ Beauty вы сможете ознакомиться с новинками, либо купить уже понравившиеся вам и полюбившиеся товары. Вот так выглядят четыре цвета. Это я уже примеряюсь. Кстати говоря, вы знали, что типсы нужны именно для этого, чтобы примерить, а не просто посмотреть. Именно поэтому типсы имеют форму ногтевой пластины. Перейдем к покрытию. Это мой ноготь, он полностью готов. И, как видите, с помощью овальной кисточки достаточно удобно добраться не только до зоны кутикулы, но и до синусов. А это очень-очень важная зона, которую нужно правильно покрыть, чтобы ногти отрастали красиво. Синусы должны быть не только вычищены и раскрыты, но еще и качественно прокрашены. Я думаю, что я с этой задачей справилась. А еще важный нюанс. Когда покрываете цветом, можно испортить вообще всю архитектуру, которую вы так долго создавали. Поэтому не ленитесь взять тонкую кисточку и собрать цветник вот так вот с краешка ногтевой пластины. То есть я кисточкой начинаю собирать это все вверх, чтобы наплыва там не было. Вот того наплыва, который я спиливала гелем. После просушки первого слоя, естественно, мы наносим второй слой. Как я говорила выше, я решила покрыть ногти в два очень тонких слоя, для того, чтобы сохранить архитектуру. Хотя однослойники тоже дело хорошее, но их надо уметь наносить и делать это сильно быстрее, чем двуслойные лаки. После нанесения цветника у нас все готово к тому, чтобы перекрыть топом. И у IQ Beauty даже в топе есть такая же овальная кисть, которая будет очень удобной. К сожалению, мне было не совсем комфортно красить под камерой, поэтому я в итоге докрашивала тоненькой кисточкой, честно признаюсь. Но с другой стороны, я не считаю это прям каким-то сильным преступлением, потому что вот у меня, например, на безымянном пальце вообще достаточно пышный валик, и если я не буду использовать тонкую кисть, я все измажу. А еще один лайфхак это, да, вот такая прозрачная прищепка, которая используется для арочных ногтей, но я и валики прищемляю, потому что у меня по-другому не выходит. Итак, развязка. Тут, короче, был план на вот такую брошку, как я показала, но она у меня не случилась, потому что в процессе выкладки я сначала выкладываю первую линию, я поняла, что хочу, чтобы это были просто какие-то лаконичные полосочки, но из разнокалиберных страз. И я знаю, что сейчас все разделятся ровно на две группы. Кто-то скажет, что это полная бескусица, а кто-то увидит в этом все-таки стиль. Я же вижу в такой комбинации страз именно стильное цветовое решение, потому что, на самом деле, самый странный девиз инкрустации в те времена, когда она прям была на пике популярности, это, на самом деле, чем страннее цветовое решение, тем круче на выходе это будет казаться. Ну, по крайней мере, таково мое восприятие. И были времена, когда я обожала делать инкрустацию, и у меня были очереди из клиентов именно на такие ногти. Ну, а здесь мы заканчиваем. Мы просто любуемся результатом. Пишите в комментариях, как вам.